Борис Владимирович Захадер талантливый детский писатель, замечательный сказочник, поэта-переводчик, имя которого знакомо всем с детства. Борис Захадер много читал, занимался музыкой, легко учился и с удовольствием изучал иностранные языки под руководством матери. Борис Захадер поражал своих сверстников прекрасной памятью. Он запоминал целые страницы текста, а еще придумывал сказки, загадки и увлекался философией. Исокогорская детская библиотека номер 13 предлагает познакомиться со сказкой Бориса Захадера Матари Кари. Жил-был крокодил. Нет-нет, это был совсем не тот известный крокодил, который по Невскому ходил. Ведь тот крокодил, как ты конечно знаешь, жил-добыл, а этот просто жил-был. Это большая разница. К тому же этот крокодил ходил мало, он чаще плавал, не курил никаких папирос и правильно делал, это очень вредно и говорил только по-крокодильски. Словом, это был самый настоящий крокодил и жил он в самой настоящей Африке, большой реке. И как полагается настоящему крокодилу, все у него было страшное. Страшный хвост и страшная голова, страшная пасть и очень страшные зубы. Только лапки у него были коротенькие, но крокодил считал, что они страшно коротенькие. И неудивительно, что в один прекрасный день, так уж говорится, хотя для крокодила, поверь, этот день был вовсе не прекрасным. Неудивительно, что в один прекрасный день у крокодила заболели зубы. Да еще как, страшно. Заболел-то, правду сказать, только один зуб, но крокодилу казалось, что болят все зубы сразу, потому что в зубе и колола, и ныла, и словно буровом сверлила, и вдобавок стреляла. Крокодил прямо так и не находил себе места. Он кидался в воду и нырял на самое дно, надеясь, что от этой прохладной воды ему станет полегче. И сначала ему как будто становилось легче, но потом зуб начинал ныть вдвое сильнее. Он как бешеный выскакивал на берег, на горячий песок, в надежде, что ему поможет тепло. И в первую минуту ему как будто помогало, но потом он стонал, он кряхтел, он хныкал. Некоторые считают, что все это помогает, но ему только делалось все хуже, хуже и хуже. А хуже всего было то, что некому было его пожалеть, ведь он был страшный крокодил, и характер у него тоже был страшный. И он многих обидел на своем веку, и никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не сказал ни одного доброго слова. Звери и птицы, правда, сбежались со всех сторон, но они стояли поодаль и только удивлялись, глядя, что вытворяет крокодил. А удивляться было чему? Потому что крокодил вертелся и метался, и стукался головой о прибрежные скалы, и даже пробовал попрыгать на одной ножке, но все это ему ни капельки не помогало. И вдобавок лапки у него были такие коротенькие, что он никак не мог даже поковырять в зубах. Хотя, если бы и мог, это бы ему мало помогло. И, наконец, бедный крокодил в отчаянии растянулся под большим-пребольшим бананом. Под маленьким он бы не поместился. И заревел в голос. Ой-ой-ой, плакал он басом. Бедные мои зубки. Ой-ой-ой, бедный я крокодил. Вот поднялось веселье. Звери и птицы хохотали и прыгали от радости. Одни кричали, так тебе и надо. Другие, ага, попался. Мартышки даже швыряли в него камешками и песком. А особенно веселились птицы. Ведь у них-то не было никаких зубов. Тут крокодилу стало так больно и обидно, что из его глаз покатились слезы. Страшно большие слезы. Глядите, крокодиловые слезы, крикнул пестрый попугай и расхохотался первым. За ним засмеялись те, кто знал, что означают эти слова, а там и все остальные. И вскоре поднялся такой шум и хохот, что маленькая птичка Тари, хорошенькая беленькая птичка, ростом чуть поменьше пигалицы, прилетело посмотреть, в чем дело. А узнав, в чем дело, она очень рассердилась. Как вам не стыдно, крикнула она своим звонким голоском. И все сразу замолчали. И стало слышно, как стонет крокодил. Ой-ой-ой, бедные мои зубки, ой-ой-ой, как больно. А почему это нам должно быть стыдно? Спросила какая-то мартышка. Стыдно смеяться над бедным крокодилом, ответила птичка Тари. Ведь у него болят зубы, ему больно. Можно подумать, ты знаешь, что такое зубы, фыркнула мартышка и скорчила рожу. Зато я хорошо знаю, что значит больно, сказала птичка Тари. И зная, что если тебе больно, а над тобой смеются, тебе вдвое больнее. Вы видите, крокодил плачет. Крокодиловыми слезами, повторил попугай и засмеялся. Но никто его не поддержал. Попугай ты, с презрением сказала птичка Тари. Зубы-то у него по-настоящему болят, верно? Значит и слезы настоящие. Самые настоящие горькие слезы. Еще бы не настоящие, сказал крокодил страшным басом. И вдруг перестал плакать. Ой, продолжал он с изумлением. Мне кажется, что мне кажется стало легче. Нет, ой-ой-ой, мне это только кажется. И он заплакал еще громче. Все равно мне его не жалко, заявила мартышка. Он сам виноват. Почему он никогда не чистит зубы? Брал бы с нас пример. И она тут же принялась чистить зубы шершавой веточкой дерева. Мсваки. Это она с обезьянничала у людей. Да ведь я же, простонал крокодил, я же не знал, что их надо чистить. А если бы ты знал, ты бы чистил? Спросила птичка Тарри. Если бы знал. Конечно нет, прохныкала крокодил. Как я могу чистить зубы, когда у меня такие страшно коротенькие лапки? Ну а если бы ты мог, ты бы чистил, настаивала птичка Тарри. Еще бы, сказал крокодил, ведь я чистоплотный крокодил и каждый день умываюсь. Хотя это не такая уж и большая заслуга. Для того, кто живет в речке, скромно прибавил он. И тут птичка Тарри, маленькая, белая с черным, птичка, ростом чуть поменьше голубя и чуть побольше пиголицы, сделала такую удивительную вещь, что все ахнули. Она смело подлетела прямо к страшной пасти крокодила, к самому его носу и скомандовала, открой рот. Крокодил послушно открыл пасть. И все снова ахнули и отступили на шаг, не меньше, потому что пасть у крокодила была, ты не забыл, страшная. А в ней торчали очень страшные зубы. Но все ахнули гораздо громче, а многие даже зажмурились, когда птичка Тарри вскочила примехонько в крокодилью пасть. «Смотри, не вздумай закрыть рот, а то у нас ничего не получится», сказала она. И крокодил, разинув пасть еще шире, ответил «О-э-о», что должно было означать «конечно». «Попробуй сам сказать, конечно, с открытым ртом, только ни в коем случае не закрывай его, а то и у тебя ничего не получится». «Какой ужас!» – крикнула птичка Тарри спустя полминуты. «Просто страшно, что тут творится. Это не пасть, а какое-то...» Птичка запнулась, она хотела сказать «болото», но побоялась обидеть крокодила. «Чего тут только нет», продолжала она, «даже пиявки. И черные, и зеленые, и с красными полосками. Да, самое время было почистить тебе зубы». Крокодил, услышав про пиявок, только тяжело вздохнул. «Ну ничего, ничего», продолжала птичка Тарри. «Сейчас мы все приведем в порядок». И птичка принялась за дело. «Ну вот и он, больной зуб», вскоре крикнула она весело. «Сейчас мы его выдернем. Раз, два, три. Готово». Крокодил ойкнул. Птичка тоже. «Ой», сказала она. «Ой, а под ним-то оказывается новый растет, как интересно». «У нас так всегда бывает», похвалился крокодил. «Кстати, это сущая правда, что так как он ни на секунду не забывал, что пасть закрывать нельзя, то получилось у него только «у-а-э-м-э». И не все поняли, что он хотел сказать. Через пять минут все было готово». Звери и птицы были до крайности изумлены, увидев, что птичка Тарри выпорхнула из крокодильей пасти целой и невредимой. И, казалось, сильнее удивиться они не могли. Но все-таки им пришлось удивиться еще больше, потому что первые слова, которые произнес крокодил, закрыв, наконец, пасть, были такие. «Большое, большое спасибо тебе, добрая птичка. Мне гораздо, гораздо, гораздо легче». И тут все звери и птицы сами разинули рты, словно хотели, чтобы птичка Тарри тоже почистила им зубы. Но это, конечно, не так. Тем более, что у птиц, как ты знаешь, нет никаких зубов. Просто они удивились до самой-самой последней крайности. Потому что настоящий страшный крокодил впервые в жизни сказал настоящее доброе слово. «Какие пустяки!» – скромно сказала птичка Тарри. «Не стоит благодарности. Тем более, что пиявки были первый сорт, особенно эти, в красную полосочку. Если хочешь, я буду каждый день тебе чистить зубы». «Еще бы не хочу», – сказал крокодил. «Договорились», – сказала птичка Тарри. И мартышки вдруг захлопали в ладоши. Все другие звери запрыгали и затопали копытами, а птицы запели свои самые веселые песни, сами не зная почему. И вот с этого-то самого дня птичку Тарри называют Матари Кари, что на крокодильем языке означает «маленькая птичка, которая делает большие добрые дела». И если ты поедешь в Африку, ты сможешь своими глазами увидеть, как Матари Кари чистит зубы крокодилу и предупреждают его об опасности. Ведь иногда крокодилу грозит опасность. Некоторые, правда, зовут ее за это крокодиловым сторожем, а то и крокодильевой зубочисткой. Но Матари Кари не обижается. Она говорит, что с тех пор, как они подружились, характер у крокодила стал уже не такой страшный. Что ж, это вполне возможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok